Про то, что собаки лучше друзья человека знают все. Но знаете ли вы, что в мире существует множество пород, о которых многие из вас никогда не слышали? Например, тайский риджбек, малольвинская собака и ксолоидскуинтли. Если эти названия вы слышите впервые, то в этом видео вас ждет очень много интересной информации. С вами канал Фактопс и в этом выпуске я покажу вам самые редкие и необычные породы собак, которых вы могли раньше не видеть. Погнали! Азовак Азовак – это изящная прода собак, происходящая из региона Сахары в Африке. Азоваки очаровывают своей элегантностью, стройной фигурой и даже своим голосом. Эти собаки имеют очень тонкие конечности и могут достигать высоты до 74 сантиметров в халке. Их характеризуют как очень отзывчивых и преданных собак. Однако они могут быть недоверчивы к посторонним. Азоваки известны своей энергией и быстротой. Они могут бегать со скоростью до 64 километров в час, что делает их прекрасными спортивными партнерами. Если вы любите бегать по утрам, она с удовольствием составит вам компанию. Несмотря на их грацию и легкость, Азоваки – это достаточно сильные и стойкие собаки, которые могут выдержать тяжелые условия жизни в пустынных районах. Хотя Азоваки – это порода с маленьким числом представителей в мире, они имеют сильную и преданную базу поклонников в разных странах. Если вы рассматриваете опцию завести породу собак, которая дарит очарование и неповторимость, Азовак может стать идеальным выбором для вас. Бедлингтонтерьер Следующая на очереди очень красивая и элегантная порода собак. Собака была выведена в Северной Англии. Собаки породы Бедлингтонтерьер маленькие и живут до 15 лет. Они выглядят очень грациозно, с тонкими и пропорциональными конечностями и могут достигать веса до 10 килограмм. Порода Бедлингтонтерьер имеет небольшие, жесткие и кудрявые волосы. Их также называют овечким терьером, потому что они были выведены для ловли крыс и других грызунов на ферме. Они очень дружелюбны и лояльны к своим владельцам. Они умны и легко поддаются дрессировке, что делает их идеальными домашними питомцами. Бедлингтонтерьеры также активны и энергичны, и нуждаются в достаточном количестве тренировок и занятий. Их легко держать в квартире, но они обожают бегать и играть на свежем воздухе. Хотя на первый взгляд Бедлингтонтерьеры могут покататься робкими и застенчивыми, эта порода известна своей надежностью и лояльностью, что делает их отличными компаньонами для людей, которые ищут небольшую и верхнюю породу собак. Бергамская овчарка Крупная и мощная порода собак, зародившаяся из Италии. Эти собаки были выведены, чтобы охранять и защищать овец от хищников. Сегодня они продолжают выполнять эту функцию, но также стали популярными домашними питомцами и участниками выставок. Собаки породы Бергамская овчарка имеют идеальное сочетание мощи, силы и грации. Они имеют длинную шерсть, которая может быть белой, серой или черной. Их размер составляет около 70 см в халке, и они могут весить до 45 кг. Бергамские овчарки – это очень преданные и отзывчивые собаки, которые лояльны своим владельцам и защитят своих друзей любой ценой. Они также умные и легко поддаются дрессировке, что делает их идеальными кандидатами для службы в качестве стражи и других задач. Хотя Бергамская овчарка – это очень крупная порода собак, они также являются энергичными и веселыми животными. Они любят играть на свежем воздухе и делать длинные прогулки вместе со своими хозяевами. Если вы ищете породу собак, которая будет служить вам веро и правдой и одновременно являться надежным домашним питомцем, Бергамская овчарка – это отличный выбор. Однако важно помнить, что эти собаки требуют достаточное количество тренировок и социализации, чтобы вырасти выдающихся собак. Ксолоидс Куинтли Мексиканская порода собак, которая относится к некоторым из самых редких и уникальных собак в мире. Они известны своей безволосой кожей и высоким интеллектом. Ксолоидс Куинтли – это маленькие собаки, которые могут достигать веса от 4 до 20 кг и имеют высоту в халке около 25-55 см. Их кожа может быть разной окраски – от черной до темно-коричневой. Также порода имеет три различных размера – миниатюрный, средний и стандартный. Эти собаки имеют длинную морду, ушки с двумя выпуклостями и изогнутый хвост. Ксолоидс Куинтли приручен уже от древности и использовались индейцами в качестве охотничьих собак и домашних питомцев. Сегодня они замечены как лояльные собаки, которые хорошо обучаются и являются заботливыми друзьями своих владельцев. Из уникальной внешности и ласкового характера, ксолоидс Куинтли стали очень популярными породами в качестве домашних питомцев. Они также известны своей склонностью гипоаллергенным. Тайский риджибэк – также известный как махтай – является одной из древнейших пород собак в мире. Они были выведены в Таиланде для охоты на крупную дичь, как, например, диких свиней и тигров. Тайские риджибэки имеют уникальную особенность. На их спинах растут волосы против направления роста, образуя гребень или хребет. Эта особенность сделает их очень узнаваемыми и привлекательными для владельцев. Эти собаки имеют характеристики, которые делают их идеальными для семей и охотников. Они преданы своим владельцам и очень защитнически настроены. Они могут проявлять стереотипы поведения, что делает их отличными охранниками и часто используются для защиты жилых домов. Как и большинство других пород собак, тайские риджибэки нуждаются в хорошей социализации и тренировке с щенком. Но они имеют высокий интеллект и быстро отзываются на обучение, что делает их идеальными собаками для гибких методов обучения с положительным подходом. Кроме того, тайские риджибэки имеют отличное здоровье, с многосторонними навыками и уникальной внешностью. Они могут стать прекрасными компаньонами для активных людей, а также отличными охотничными партнерами. Если вы хотите найти собаку, которая будет предана и защитит вас, тайский риджибэк может быть идеальным выбором. Леонбергер Леонбергер – это проза собак, которая была выведена в Германии в конце 1800-х годов. Получив свое имя в честь города Леонберг, они были созданы как крупные рабочие собаки, способные тягать телеги и использоваться для охоты на крупную дичь. Несмотря на то, что они были созданы для работы, эти собаки имеют очень дружелюбный и добрый характер, что делает их отличными компаньонами домашних хозяйств. Леонбергеры имеют большие размеры. Они достигают высоты до 80 см в халке и весом до 70 кг, имеют широкую мускулистую фигуру и потрясающую пышную шерсть, которая требует тщательного ухода и регулярной стрижки, иначе собака перерастает в меру. Эти собаки очень преданы и защитнически настроены, особенно по отношению к своим семьям. Леонбергеры быстро привыкают к детям и другим животным и могут стать отличными компаньонами для всех членов семьи. Несмотря на размер, Леонбергеры очень умны и легко обучаемы. Они обладают высокой социально-мышечной адаптируемостью, и что позволяет им быть удачными в различных конкурсах и показывать впечатляющие проявления поведения на выставках. Также это порода собак – крепкие и здоровые животные, не склонные к большинству заваливаний. Леонбергеры – это порода собак, которая может быть идеальным выбором для людей, которые ищут преданных и порядочных животных. Они имеют прекрасный характер и могут стать лучшим другом для многих людей. Они требуют регулярного ухода, включая частую стрижку шерсти, что некоторым может показаться сложным. Однако люди, которые готовы вложить время и усилия в уход за своими питомцами, найдут Леонбергере верного и любящего друга на многие годы вперед. Недостатком этой породы является их высокий уровень активности. Это означает, что они требуют много ежедневного движения и игр, что может быть тяжелым для людей с ограниченным количеством свободного времени. Однако Леонбергеры могут стать прекрасными потенциальными кандидатами для активных людей. В целом, Леонбергеры – это порода собак, которая может стать идеальным выбором для тех, кто ищет преданного, доброго и здорового питомца. Они хороши в различных занятиях и умеют развлечь своих хозяев. Эти собаки не могут жить в квартире, они нуждаются в достаточном количестве места и движении. Однако, если вы готовы вложить время и усилия в уход за своим питомцем, Леонбергер ответит тем же. Малая львиная собака Этих милых собачек порой сравнивают со львами. И это неудивительно, ведь у них такие же кудрявые волосы на голове. Кстати, они были выведены во Франции. Эта порода собак отличается очень дружелюбным характером. Они общительны и преданы своим хозяевам. Малые львиные собаки небольшого размера идеально подходят для жилья в квартире. Эти собаки любят внимание и обожают проводить время с людьми. Они очень легко обучаемы, что делает их отличными для начинающих хозяев. Эти собаки часто используются как собачки-компаньоны и сопровождение людей с ограниченной подвижностью. Они любят шумные мероприятия и проводят время в кругу семьи. У них нет специальных потребностей в уходе за шерстью, поэтому их можно держать в отличной форме без слишком большого усилия. Эти собачки любят прогулки и занятия на свежем воздухе, так как они энергичны и игривы. Однако они требуют большого количества активности и могут адаптироваться к любому образу жизни. Малые львиные собаки – это порода собак, которая идеально подходит для жизни в квартире и для начинающих хозяев. Они легко обучаемы, дружелюбны и любят проводить время с людьми. Если вы ищете милого, ласкового и преданного питомца, малая львиная собака – это отличный выбор. Какая из этих пород понравилась вам больше всего? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.